МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика с главными темами среды. Вас познакомлю я, Ольга Панова. Сегодня Михаил Игнатьев в составе делегации Государственного совета России находится с рабочим визитом в Калужской области. Во время поездки делегация познакомится с опытом по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. Участники делегации планируют посетить индустриальный парк Росова, завод Пежо, Ситруэн, Митсубиси, Автомобили Рус, индустриальный парк Калуга-Юг, завод Вольво-Восток, индустриальный парк Грабцево, завод Вольксваген. Регионы разные, страна одна. Пресс-конференция президента России Владимира Путина еще раз подтвердила, насколько общими проблемами живут жители краев, областей, национальных республик и как важно объединение усилий Центра и субъектов Федерации в решении актуальных задач. Озвучив важные для экономики страны итоговые цифры и события уходящего года, Владимир Путин большей частью говорил о социальной политике и ответственности регионов за реализацию главных задач. «Предметом особой гордости для нас, конечно, являются показатели рождаемости. Самые лучшие за 20 последних лет. Так же, как и низкий уровень смертности. Тоже самый низкий показатель за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди по-другому стали планировать свою жизнь, расширили горизонт планирования своих семей. Это говорит о том, что в целом на людей производят при всех проблемах, которых у нас достаточно. Все-таки возникает чувство надежности со следующего года. Думаю, что в первом квартале правительство должно запустить уже эту программу. Поддержка семей, в которых будет рождаться третья и последующие дети в 50 регионах Российской Федерации». Заданную главой страны тему активно продолжили региональные журналисты. Именно им в первую очередь приходится вести диалог с жителями на страницах своих газет, в радио и телеэфирах. «Я рада, что мне удалось, так скажем, попасть в число этих счастливчиков в своей оригинальной надписи. Мне очень понравилось, когда я увидела вашу надпись «Из деревни». Да, все сразу обратили. Меня больше интересовало именно 354-е постановление правительства, которое, как оказалось, для народа совершенно непонятно. И, так скажем, многие коммунальные услуги, которые, так скажем, выросли, вот, или появились новые, как общедомовые услуги. Я надеюсь, что вот эти письма, чаяния, они дойдут до высших инстанций. На многие вопросы, ответы сегодня были получены. Ну, были, правда, некоторые такие, так сказать, грубо говоря, косяки. Имеется в виду, уж слишком был большой напор, большое количество вопросов по поводу вчера принятого законопроекта в Госдуме об запрете усыновления детей в Америке. Как правильно, мне кажется, заметила наша коллега из соседней Мордовии. Она сказала, видимо, в Москве своя повестка дня, в регионах своя повестка дня. Конечно, наверное, очень важный вопрос. Но когда со всей страны, со всего мира съезжаются журналисты в один зал, наверное, немножко вот надо учитывать интересы и своих коллег-журналистов тоже. Большая пресс-конференция Владимира Путина во многом определила вектор взаимодействия власти и общества на ближайшие годы, механизмы преодоления проблем и точки роста в каждом субъекте федерации. Сегодня прошло последнее в уходящем году заседание правительства республики. Министры рассмотрели ряд вопросов, которые необходимо было решить до января 2013-го. Своеобразный подарок сделало всем работникам культуры профильное министерство. Правительство утвердило обновленную госпрограмму культуры Чувашии до 2020 года. В этом документе объединены несколько различных проектов, дополняющих друг друга. В государственной программе систематизируются цели и задачи реализации государственной политики Чувашской республики в области культуры и искусства. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, кинематографии, межнациональных и межконфессиональных отношений, архивного дела, образования и науки в сфере культуры и искусства на период 2012-2020 годов. Цели, которые должны быть достигнуты по выполнению этой объемной программы, увеличение отреставрированных объектов культурного наследия, расширение электронной каталожной системы в библиотеках республики, пополнение музейных фондов и архиво-хранилищ и, главное, увеличение средней заработной платы работников культуры до 36,5 тысяч рублей. Ожидается также, что вырастет и количество людей, участвующих в различных культурно-досуговых мероприятиях. Вслед за указом главы Чувашии о материальной поддержке семей с третьими и последующими детьми, Минздрав соцразвития республики разработал порядок предоставления ежемесячных денежных выплат. Предполагается, что с 1 января выплачиваться будет прожиточный минимум, рассчитанный для детей в размере 5 504 рубля. Из расчета прожиточного минимума для детей установлено на 3 квартал 2012 года. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением проекта, установление будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и за счет субсидий из федерального бюджета. Объем субсидий из федерального бюджета на софинансирование определен в размере 90% от необходимых в будущем году. Средства составляют 104,4 миллиона рублей. При этом средства республиканского бюджета предусмотрены 23,9 миллиона рублей. В Новый год с новыми тарифами проезд в железнодорожном пригородном транспорте подорожает. Этого РЖД и дочерние структуры, работающие на территории Чувашии, добивались с прошлой зимы. По расчетам государственной службы по тарифам, рассчитывая в соответствии с методикой, утвержденной приказом федеральной службы, планово-экономически обоснованный безубыточный тариф на 2013 год составляет 42,75 рубля за одну 10-километровую зону. Учитывая принятые федеральные службы по тарифам решения о среднем росте тарифов на перевозке пассажиров с железнодорожным транспортом в отскартных и общих вагонах дали в исследовании в размере на 25% к уровню до 2012 года. Тариф на перевозку пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении предлагаем установить в размере 22 рублей. Территория столицы республики увеличится почти на полсотни гектаров за счет лесных участков. По словам временно исполняющего обязанности министра строительства Олега Маркова, это позволит повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения состояния лесных массивов, обустроить зоны отдыха в лесных массивах, создать условия для занятий физкультурой, спортом и туризмом. Руководитель администрации главы республики Александр Иванов подвел краткие итоги работы правительства в 2012 году. Больше всех вопросов внесли на кабинет министров, это Минстрой, 91 вопрос. Еще с учетом того, что они были два министерства, Минздравсоцразвитие, 66 вопросов. Минобразование, 61 вопрос. Минэкономразвитие, 58, Минфин, 38, но остальные заметно меньше. Из служб и инспекции больше всего госслужба занятости 15, по 14-14 конкретная политика и ГКЧС у вас воспользоваться. В следующем году правительство предполагает работать еще более активно. План заседаний уже составлен. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В Вурнарах закрывается детское отделение центральной районной больницы. Такие слухи в конце года возбудоражили поселок и заставили жителей писать коллективные жалобы во всевозможные инстанции. Бывает ли дым без огня и где в 2013-м будет лечиться вурнарская ребятня? В проблеме на месте разбирался спикер госсовета Юрий Попов и наша съемочная группа. Согласно приказу Минздрава России об оказании педиатрической помощи детским можно считать отделение с численностью коек не менее 30. Вурнарской ЦРБ их только 10. По мнению Республиканского Минздрава, это серьезное основание пустить детское отделение под нож. С нового года педиатрические койки войдут в состав взрослого терапевтического отделения. Медики поясняют, перемены произойдут только на бумаге. Фактически все останется на своих местах. То же здание, те же палаты, тот же персонал. Раз есть дети в Урнарском районе, есть врачи-педиатры, значит дети болеют, к сожалению, у нас. Их нужно даже обследовать, бывает и стационарно. И поэтому детское отделение, оно как было, так и есть. А вот местные жители призывают руководство больницы опираться не на СНИПы и стандарты, а на здравый смысл. Большинство жителей района слухами о закрытии детского отделения напуганы. В этом году также ради оптимизации и экономии в Урнарах уже закрылся родильный дом. За пополнением в Урнарцам приходится ездить в соседнюю, но не близкую Шумерлю. Люди опасаются, что за сменой вывесок последует тихое урезание детских коек. Да, я слышала здесь, когда вот внучка заболела, меня положили, вот услышала. Поэтому очень я тоже против закрывания. Ездить куда-то, как бы за 9 земель тяжело детишками, потому что мы и домой бегаем, и менять надо, и мама вечером вот приходит. Меняемся мы, поэтому считаю, что правильно достойно. Наши министерства соцразвития Чувашской республики доказывают, что никакого закрытия не будет, на самом деле и не должно быть, потому что больница, детская тем более, она нужна, тем более в райцентре, где проживает около 40 тысяч населения. А между тем детская смертность в районе одна из самых высоких в республике. Серьезные нарекания со стороны родителей вызывают организацию медицинской помощи малышам. Многодетная мать Елена Фадеева живет в деревне. Для нее, как и для большинства сельских родителей, единственная возможность, к примеру, провести ребенку полный курс физиопроцедур, это положить его в стационар. В детском отделении, которое круглый год переполнено, таким малышам отказывают. Есть плюсы и минусы в нашей больнице, но есть вопросы, которые нельзя, не имеем права на ошибку. Это вот закрытие детского отделения. Я считаю, это будет самая большая ошибка, которая решит суть многих детей. Пожалуй, единственный человек в районе, который против сохранения детского отделения в прежнем виде и под прежним названием, это главный врач райбольницы. Я у вас спрашиваю, наоборот, надо нам сейчас принимать решение, какое, что надо делать для этого. Вот и все. А закрывать не имеем права мы сейчас. Председатель госсовета подчеркнул, что норма, предложенная Минздравом России, является рекомендательной. И огульно брать ее под козырек не следует. К тому же в стране уже есть примеры, когда закрытые под предлогом оптимизации детские отделения создаются вновь. Такую работу над ошибками провела Псковская область. Задача Чувашии – не встать на те же грабли. Я попрошу и подойду к представителю правительства или главе республики. Но мы сегодняшний разговор без внимания, без дела не должны оставлять. Поэтому, как бы ни было, ну пусть затратно будет чуть-чуть, но отделение мы должны сохранить. Ольга Панова, Евгений Анисимов, Республика. Чувашстат подвел окончательные итоги последней переписи населения, которая прошла в нашей стране в 2010 году. Работа по сбору и обработке информации весьма ответственна и кропотлива. По сравнению с переписью 2002 года, в переписных листах 2010 года появились новые пункты, на которые россиянам пришлось отвечать. Это касается, прежде всего, продолжительности проживания в месте постоянного жительства и жилищных условий населения Чувашии. По сравнению с 2002 годом, жилищные условия наших граждан улучшились в лучшую сторону. Особенно быстрыми темпами улучшения жилищных условий мы наблюдаем в сельской местности за счет индивидуальных систем благоустройства. В частности, можно привести такие цифры. В связи со строительством газопроводов, количество домохозяйств, использующих баллонный газ, снизилось на 75%, а использующих уже сетевой газ увеличилось на 42%. То есть, достаточно большое число домохозяйств в сельской местности у нас используют сегодня сетевой газ. Конечно, обязательный элемент благоустройства – это, наверное, отопление. Центральным отоплением в 2010 году пользовались у нас 54% частных домохозяйств, которые проживали в индивидуальных домах и в квартирах. Еще 34% использовали отопление от индивидуальных установок, котлов, и 9% пользовались печным отоплением. Но количество домохозяйств, которые пользовались печным отоплением по сравнению с 2002 годом, значительно сократилось. На 66% сократилось. Зима – время, когда традиционно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Но только ли гололед или метель виноваты в том, что водители не в состоянии справиться с железными конями. На заседании правительственной комиссии обсуждали различные меры дорожной безопасности. Причин, влияющих на уровень дорожно-транспортной аварийности, множество. Одна из основных – низкое качество подготовки и переподготовки водителей в учебных заведениях республики. В 2012 году лишь в 15 организациях процент сдачи квалификационных экзаменов кандидатами водителей с первого раза превышает 70%. Особую тревогу вызывает качество подготовки водителей автотранспортных средств в 8 организациях, где процент сдачи экзаменов с первого раза составил 50 и менее процентов. Контроль за деятельностью учреждений и организаций, занимающихся подготовкой водителей, должен быть жестким. Об этом говорилось неоднократно. Однако Минобразование, в чьем ведении находятся автошколы, излишне либерально. Из 49 существующих на данный момент учреждений в текущем году были проверены лишь 5. Все они работали с грубыми нарушениями. В учебных заведениях выявлены несоответствия лицензионным требованиям. Несмотря на это, ни одно учебное заведение не было закрыто, а лишь присоединено к более крупным. Здесь, мне кажется, надо вопрос усиливать и работать. Если есть негативные отзывы по сдаче экзаменов, то есть на основании обращений можно провести и вне плана. То есть все-таки эту работу разворачивать министерство надо в более жестком плане. Одна из причин неэффективности работы учебных заведений – отсутствие необходимой материальной базы, из-за чего будущие водители не могут совмещать теорию с практикой. К примеру, на 19 учебных организаций города приходится всего 6 действующих автодромов. Учитывая 8-часовой рабочий день автодромов, количество рабочих дней нетрудно посчитать, что каждый кандидат получит не более одного часа практического вождения на автодроме за весь курс обучения. Согласно программе обучения категории «В» для одного курсанта должно быть выделено 50 часов практического вождения, из них 6 допускаются на тренажере. При общении с курсантами выявляются факты, когда кандидат, водитель, осуществляет езду по городу не более 10 часов за весь период обучения. Свидетельствами выдают без проведения практической части выпускных экзаменов. Ситуация усугубляется и недостаточным количеством машин в автопарке, а также неподготовленностью самих преподавателей. Иван Моторин поручил ужесточить контроль за данными учреждениями. Отдельно обсудили вопрос об эксплуатации автомобильных дорог Чувашской республики в зимний период. 31 декабря заканчивается трехлетний контракт с организацией «Чувашавтодор». Новый контракт в конкурсном режиме получил «Воддорстрой». О подготовке к зиме отчитались руководители управляющих компаний. Для содержания дорог в зимний период 2012-2013 годов заготовлено 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси, что составляет 100% от потребностей по нормативным документам. Для зимнего содержания подготовлено 88 единиц дорожной эксплуатационной техники, в том числе 33 КДМ, 10 автогрейдеров, 13 погрузчиков и экскаваторов, 10 бульдозеров, 9 роторов, 13 колесных тракторов и лужно-счёточным оборудованием. В целях недопущения нештатных случаев на спусках и подъемах подрядными организациями, как и в прошлой зиме, будет организовано дежурство КДМ и тягачей для буксировки тяжеловесных автопоездов, которые самостоятельно не могут подняться на подъеме. Для получения специализированного прогноза погоды на 1-3 суток и штормового предупреждения об опасных явлениях погоды заключены государственные контракты СПГБУ Нижегородский ЦГМСР. Чебоксарские власти отчитались о готовности столичных дорог к зиме и к работе в праздники. Снегоуборочная техника находится в боеспособном состоянии. Необходимое количество реагентов запасено. Тягачи также готовы выехать по первому требованию. Мария Лысенко, Евгений Анисимов. Республика. Приближение Нового года почувствовали воспитанники Кугейской школы-интерната. С самым волшебным праздником детей поздравили сотрудники Федерального центра травматологии и ортопедии. Новый год – самый щедрый на сюрпризы праздник. Поистине незабываемый Новый год ребятам организовал Федеральный центр травматологии и ортопедии совместно с представителями законодательной власти республики. Безусловно, дети ждали чудо с нетерпением целый год. Как принято, в предвкушении самого главного подарков мальчиков и девочек развлекали герои, сказок и клоуны. Ты наождение что ли? На Новый год! А, это у этого стульчика сегодня праздник, да? Да! Не праздник что ли, стульчика? А, Новый год у вас сегодня наступит что ли? Да! Не кричите «С Новым годом!» С Новым годом! Конечно, ни один настоящий Новый год не проходит без Деда Мороза и Снегурочки. Малышам новогодние розыгрыши представление понравилось. Все получили море положительных эмоций и заряд энергии. Конечно, не обошелся новогодний утренник и без сладких и дорогих нужных подарков. Мы в коллективе решили, что обязательно на Новый год должны посетить одно из наших учреждений, где воспитываются дети, и дети, которые в том числе без родителей. Поэтому связались с Кугейским домоинтернатом, спросили, в чем они в большей степени нуждаются. Но, наверное, это нормально, что вот нужны бытовые какие-то предметы, телевизор, стиральная машина, что мы, в общем-то, и привезли. Лариса Рафикова говорит, что они сделают такой домашний кинотеатр, и дети будут в том числе смотреть обучающие фильмы. Мне кажется, это очень хорошо. Для детей, как и для представителей центра, такая встреча значит много. Именно через такое общение появляется возможность взрослых быть полезными ребятам, а дети получают то внимание, которое им необходимо. Медики надеются, что дружба, которая завязалась между центром и школой-интернатом в канун Нового года, теперь будет только крепнуть. В ближайшие дни сюда переедут почти 20 детей-сирот из Ядринского дома-интерната. Воспитанников станет больше, а значит и дружеская поддержка окажется весьма кстати. Данифа Тагирова, Константин Козлов, Республика. Сегодня в форуме на связи появилась информация, что в Чебоксарах в середине дня произошло землетрясение. По словам пользователей, оно ощущалось в речном порту, на президентском бульваре, на улице Ильенко и в других микрорайонах города. Как ответили в МЧС по Чувашии, наш регион не является сейсмоопасным. Однако, некоторый дискомфорт горожане могли ощущать. Возможно, что из-за резкого потепления произошли подвижки грунта. Прошедшие ночью на Чебоксары обрушился циклон, порывистый ветер и снежная метель. Все это сделало передвижение по городу сегодня затруднительным. В полночь 19 комбинированных дорожных машин вышли на посыпку дорог песчано-соляной смесью. Днем 28 машин подсыпали реагент и подметали проезжие части. Всего в городе работает 60 единиц спецтехники и 126 дорожных рабочих УАО «Дорекс». Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует в ближайшее время теплую погоду с осадками. В ближайшее время погода у нас будет определяться влиянием серии атлантических циклонов, которые принесут наконец-то нам осадки долгожданные, потому что снегу на сегодняшний день в принципе очень мало. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сейчас у нас повысилась и еще будет повышаться. Ночью мы ждем минус 7, минус 12, а днем уже даже минус 1, минус 6. Мы не исключаем вероятность осадков в новогоднюю ночь, то есть местами небольшие осадки будут. Температура ночью именно в новогоднюю будет минус 10-15, а днем где-то минус 5-10. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин